МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Единая наградная политика прошло очередное заседание Комитета по социальным вопросам. Опасная забава, как избежать травм при катании на тюбингах. Далее расскажем обо всем подробно. ВОЗ выступила с неожиданной критикой политики экстренного закрытия границ, которую с начала пандемии проводят большинство стран мира в период пика заболеваемости COVID-19. Всемирная организация здравоохранения рекомендует мировому сообществу отменить или ослабить ограничения на международные поездки. Эксперты ссылаются на ситуацию со штаммом Омикрон, который быстро стал доминирующим, несмотря на запреты. Они не приносят пользы и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, переживаемому государствами. признают эксперты. Провал ограничений на поездки, введенных после обнаружения Омикрон-варианта в целях сдерживания его глобального распространения, показал неэффективность таких мер, констатирует ВОЗ. В новом суключении Всемирной организации также нет однозначных рекомендаций для пассажиров носить маски, тестироваться или иметь сертификаты вакцинации. В любом случае, такие требования должны быть основаны на оценке рисков и не создавать финансового бремени для путешественников, заключает ВОЗ. Депутаты планируют установить единые принципы наградной политики города. Проект решения народные избранники обсудили на очередном заседании Комитета по социальным вопросам. Подробности далее. Проект решения единой наградной политики Сарова депутаты обсуждали на заседании профильного комитета в прошлом году. Напомним, в городе планировали ввести поэтапную систему награждений. Движение вверх по ней будет происходить по принципу наградной лестницы. Начинается она с двух базовых наград – благодарственного письма городской думы и почетного диплома администрации. Переходим к следующему этапу. Там почетная грамота, физические и юридические лица по решению городской думы, по согласованию с главой. То есть здесь уже более сложная процедура получения данной награды. И также заслуженный ветеран города Сарова. Это, соответственно, физические лица по решению думы и с согласованием главой города. Для того, чтобы получить эти награды, физ и юрлица должны быть уже отмечены благодарственным письмом или почетным дипломом. Во главе новой системы стоит звание «Почетный гражданин». На это звание также могут претендовать физические лица, которые удостаивались государственных наград. Это решение приняла рабочая группа. Кардинально по итогам рабочей группы схема не претерпела изменений. Непосредственно по самим наградам были внесены определенные изменения. Так вот, скажем, по почетному штандарту главы города администрации был предложен порядок награждения данным штандартом на конкурсной основе, то есть по итогам проведенного администрации конкурса. Почетным штандартам будут награждать юридических лиц. Его планируют сделать переходящим, а значит, нового обладателя штандарта на конкурсной основе будут выбирать ежегодно. Эта награда находится вне иерархии, как и благодарственное письмо депутата. Каждый народный избранник получит 10 бланков писем за счет бюджета. Дополнительные бланки народные избранники смогут печатать уже за свой счет. Особого внимания заслуживает то, как отражено в новом положении присвоение звания «Заслуженный ветеран Сарова». Порядок будет следующий. Изначально ходатайство о награждении от любых ветеранских организаций будут подаваться в адрес главы города. Глава города создает координационный совет при главе города. И сейчас работа над документом, который будет регламентировать работу этого координационного совета, ведется в администрации. На основе рекомендаций этого совета глава будет ежегодно предлагать не более пяти кандидатур на рассмотрение городской думы. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Военный комиссариат Сарова объявляет набор граждан в запасе для заключения контракта на пребывание в мобилизационном людском резерве. Первый контракт заключается на три года, новый контракт может заключаться на срок 3-5 лет или на меньший срок до наступления предельного возраста пребывания в резерве. Дополнительная информация по телефону 3-50-47. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Записаться на прием к врачу и вызвать доктора на дом в Нижегородской области теперь будет можно с помощью голосового помощника в рамках работы Единой службы 122. Новый функционал позволит снизить нагрузку на оператора в сложной эпидемиологической обстановке. Робот в настоящее время предоставляет информацию о работе пунктов вакцинации. Голосовой помощник на базе искусственного интеллекта обучаем, что дает возможность специалистам добавить в его функционал опцию записи на прием к врачу. Это позволит снизить нагрузку на оператора в сложной эпидемиологической обстановке. Работа Нижегородского колл-центра службы 122 ведется в круглосуточном режиме. Специалисты обеспечивают маршрутизацию звонков граждан в медучреждения и службы скорой помощи. В Кванториуме Саров запустили новый образовательный проект. Детский технопарк реализует обучающую программу для школьников города. За 4 месяца более 700 учеников 8-х классов познакомятся с инженерно-техническими направлениями технопарка, попробуют свои силы в 3D-моделировании, технологиях VR, запустят дроны и создадут собственный IT-продукт. Под руководством наставников обучающиеся займутся разработкой чат-ботов для телеграмм и трехмерных моделей. Создадут виртуальные туры и компьютерные игры. Изучат основы проектной деятельности, а также различное программное обеспечение. В конце обучения школьники представят свои разработки и получат сертификаты о дополнительном образовании. 19 человек серьезно пострадали или даже погибли, катаясь на тюбингах. Это общероссийская статистика только за январь. Летя с горы, надувные сани развивают большую скорость и зачастую становятся неуправляемыми. Как избежать тяжелых последствий во время этих зимних забав? Рекомендации врача-травматолога в нашем следующем репортаже. Зима в самом разгаре. Снегопады приходят с саров с завидной периодичностью. А снежная и морозная погода как нельзя лучше располагает к излюбленному развлечению детворы и взрослых – катанию с горок. Фавориты всех любителей экстрима – тюбинги или в простонародье ватрушки. Многие не прочь прокатиться на них с ветерком. Вот только врачи не разделяют энтузиазмы своих потенциальных пациентов. Важно помнить, что такое развлечение не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. Ну, тем не менее, у нас за этот год несколько человек тоже обращалось. То есть детей с дислокациями позвонков, когда от удара происходит подвывих, с переломами предплечья, человека два было, с ушибами грудной клетки. Ну, это с учетом того, что у нас клиника не экстренная, как травматология. В отделениях экстренной помощи таких обращений, как правило, на порядок больше. Опасности катания с горок вполне очевидны. Однако, если соблюдать определенные меры безопасности, то риск травмироваться можно свести к минимуму. Правильно подберите размер ватрушки. Для этого лучше обратиться к специалисту. Не съезжайте вдвоем, особенно если изделие рассчитано на одного катающегося. Крайне опасно привязывать тюбинги к бамперу автомобиля, поскольку шанс оказаться под колесами очень велик. И главное – тщательно выбирайте место для катания. Там, где все это импровизировано, то есть во дворах или где-то там, допустим, на склонах каких-то случайно приспособленных происходит, там всегда идет повышенный травматизм, то есть игра в лотерею. То есть как бы выжил – хорошо, молодец. Травмы могут быть самые непредсказуемые, как бы, скажем, зависеть от скорости, с какой ты несешься, с такого склона. И какие препятствия там внизу тебя ждут. Перед тем, как вы соберетесь езжать с горы, следует убедиться, что на вашем пути нет препятствий. При спуске нельзя тормозить руками, ногами или какими-либо предметами. Специалисты призывают кататься в защитном шлеме. Дети должны обязательно находиться под присмотром взрослых. Важно подробно объяснить ребенку все правила эксплуатации такой опасной игрушки, считает врач-травматолог. Во-первых, рассказать или показать, может быть, чем это может обернуться. То есть просто здоровый страх какой-то вызвать. Ну, в принципе, так же, как, допустим, электрический ток, огонь, газ и так далее. Говорят, мы же учим детей этому всему. Также и здесь надо рассказывать родителям, насколько это опасно. То есть это не просто какое-то такое невинное развлечение, что скатился и вроде бы так все пронесло и ладно. По статистике, лучше всего для безопасного спуска подходят снегокаты, поскольку ими можно управлять с помощью руля и тормозов. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В Сарове запустили пилотный проект «Школа-вуз-предприятие». Идейным вдохновителем и куратором проекта выступила методист Дворца детского творчества Светлана Михайлова-Листры. Учащиеся школу номер 17 уже посетили первое занятие. На нем побывала и наша съемочная группа. Идея проекта ШВП «Школа-вуз-предприятие» принадлежит методисту Дворца детского творчества Светлане Михайловой-Листре. Инициативу поддержали представители РФАС МНИЕВ и Департамент образования. ШВП дает возможность школьникам соприкоснуться с миром точных наук и технического профиля. В этом им помогают студенты и кураторы Саровского физико-технического института. Учащиеся седьмых-восьмых классов школа номер 17 стали первопроходцами пилотного проекта. Мы покажем, что из себя представляет Саровский физико-технический институт, насколько это возможно для школьника. Увидим его интерес, если это необходимо. Дадим ему соответствующие возможности проявить свои инженерные навыки и, соответственно, заинтересовать по возможности стать нашим студентом в будущем и потом дальше по траектории сотрудников Федерального язерного центра. Для школьников разработали несколько образовательных треков инженерной направленности. Электроника, математическое моделирование, прочностные характеристики материалов, лазерная физика. А самое первое занятие было посвящено такому интересному и перспективному направлению, как робототехника. Ребята смогли познакомиться с самыми базовыми знаниями и навыками в этой области. Ребята участвовали в практикуме по сборке простейшего самодвижущегося механизма на базе микроконтроллера Ардуино. Им удалось собрать этого робота, посмотреть, как работает его программная среда и изучить простейшие микроэлементы, которые используются в его конструкции. Учащиеся школы собирали простого робота, который по программе может перемещаться в пространстве. Под руководством студентов-наставников института школьники разбирались с макетными платами, транзисторами и резисторами, учились крепить детали. Также на образовательных стендах ребята смогли ознакомиться с различными техническими датчиками и элементами, с несколькими видами микроконтроллеров. А с помощью компьютера учащимся продемонстрировали среду разработки для этих микросхем. Впечатление очень положительное, мне очень все нравится. Особенно запомнилось, как мы строили этого робота. Мне вот прям все это очень интересно. Как мы его конструировали, как провода все подсоединяли. Очень это нравится. Да, ее было очень сложно собирать, так как, во-первых, сначала я не понял, как подключать каждый пуро, вот к чему. Но потом мне помогли, я уже понял, вот в итоге оно работает. Цель проекта «Школа-вуз-предприятие» – показать ребятам, чем им в последующем предстоит заниматься в технических вузах, а потом, возможно, и на предприятиях «Рфятсвнеев». А для студентов института это отличная возможность попробовать себя в роли наставников и преподавателей. Период январских праздников в Нижнем Новгороде состоялось первенство области по русским шашкам среди юношей и девушек. Команда воспитанников Олега Васенькина, педагога Дворца детского творчества, одержала одну победу и забрала два призовых места. Ежедневно во Дворце детского творчества проходят уроки объединения шашки. На первом этаже, в седьмом кабинете, собираются ребята одной возрастной группы. Что-то усердно изучают, разбирают и много играют. Однако шашки – не такой простой вид спорта, как может показаться на первый взгляд. Шашки всегда был очень актуальным видом спорта. Это спорт, интеллектуальный вид спорта, развивающий умственные способности, развивающий логику у детей, способность правильно мыслить в правильном направлении, способность анализировать свои действия и развитие событий. В зимние каникулы в Нижнем Новгороде состоялось первенство области по русским шашкам среди юношей и девушек. Воспитанники объединения шашки приняли участие в этом состязании. Тимур Стегунов, призер первенства Нижегородской области, рассказал нам о том, как прошли их соревнования. Я играл с межгородцами, Суслинков, Гриша Розенберг, много еще кого-то было. Мы играли долго, три дня. Михаил Коваленко успешно выступил на этих соревнованиях, стал чемпионом Межгородской области. Юноша – кандидат в мастера спорта. Если я, допустим, играю с более сильным игроком, то, конечно, я немного волнуюсь. Когда с уровнем Межгородской области, то практически не волнуюсь. Волноваться вредно, делаешь тупые ошибки. Алиса Рубцова в 9 лет играет в старшей группе и не уступает своим соперникам. На первенстве области спортсменка стала призером. Я поеду на первенство России и хочу там занять три первых места. Потом поеду в Турцию на мировые соревнования. И еще я до лета хочу успеть съездить в Сочи на первенство России. Небольшая удача, талант и огромный труд помогают детям добиваться высоких целей в таком виде спорта, как шашки. Ульяна Скородумова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей СОРО-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин